Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале Москва 24. В эфире программа Правда 24. Мои ведущие Евгения Додолев и я Лейла Истраженская. Сегодня у нас в гостях Вадим Покровский, академик РАН, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Вадим Валентинович, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам. Главная тема у нас коронавирус. Боитесь ли вы сами? Расскажите. Я должен начать сначала, что я хожу, конечно, по телепередачам, потому что я непосредственно не работаю с коронавирусом, а очень много людей, это сотрудники Роспотребнадзора и врачи-инфекционисты, организаторы здравоохранения. Они сейчас не спят, может, даже нас не смотрят, а как раз занимаются тем, чтобы нас охранить от этого вируса. То есть они разрабатывают вакцину? Какой уроды меры? У нас очень строгое, в принципе, разделение труда. Организаторы здравоохранения, эпидемиологи предупреждают заражение, их задача предупредить заражение. Если заражение произошло, это лечат врачи-инфекционисты. Вирус, который вызывает это заболевание, изучают вирусологи, а вакцины разрабатывают специально специалисты-вакцинологи. Они занимаются разработкой вакцин. Ну, они тоже делятся на тех, кто разрабатывает и производит вакцины, и тех, кто изучает эффективность. А есть люди, которые разрабатывают и производят новой разновидности вируса? Ну, конечно, подозревают всегда, все подозревают друг друга, что наш противник разрабатывает какие-то... Вы допускаете, что вот про этот коронавирус, что это может быть разработка? Мы помним только один такой явный эпизод бактериологического оружия. Это японцы во время Второй мировой войны пытались заражать китайцев. Но что-то у них довольно слабо получилось. Но, кроме того, всегда есть риск, что этот возбудитель вернется назад, придет к тебе. Или как-то модифицируется. Нет, он просто перемешивается. Население сейчас очень быстро, и он всегда может вернуться назад в свою собственную страну. Поэтому все следят, от каких заболеваний военной той или иной страны иммунизирует свой контингент, свой состав. Ну, а что большее зло, допустим, вот в контексте всех мер, которые сейчас принимают правительства всех стран? СПИД или коронавирус? Вот если бы вы были волшебником, и вашей волей было бы одной из этих болезней? Сейчас две пандемии идут. Не прекращается пандемия ВИЧ-инфекции. Она давно уже идет, но, к сожалению, мы пока не добились больших успехов в борьбе с этой пандемией. И пока у нас вот даже в России больше, гораздо людей заболевает этим инфекцией и умирают, чем от коронавируса. У нас, вы имеете в виду в России? В России, да. В мире там это действительно намного больше. Ну хорошо, а как так получается, что в мире вот намного больше, а у нас никто не умер? У нас два разных типа возбудителя. Коронавирус, его задача быстро распространиться и за это время воздушно-капельным путем там захватить побольше людей. Они переболевают, и после этого, значит, у них вырабатывается иммунитет, и дальше эпидемия. Иммунитет вырабатывается, потому что были разговоры, что якобы вот этот штамм... Конечно, вырабатывается. Там вопрос, сколько он длится, как быстро еще уходит, это нужно посмотреть. Потому что там при оспе это 30-40 лет иммунитет держится после перенесенной оспы, после кори там перенесенной тоже 30 и больше лет. Поэтому надо посмотреть, этот вопрос еще надо изучить. И поэтому вирус здесь распространяется именно за счет того, что он быстро, там воздушно-капельным путем, а ВИЧ он другой. Он, если один раз человек заразился, то он остается заражен на всю жизнь, и иммунитет не вырабатывается. Но за те годы, пока он заражен, вирус может перейти еще ко многим другим людям. И поэтому ВИЧ он распространяет скрытно, никакого там кашля, чиханья, сразу не увидишь, что это заболевание охватывает массу людей. Вот поэтому оказывается, что с ВИЧ-инфекцией, в принципе, трудно работать, потому что те карантинные меры, которые оказываются эффективно при гриппе, коронавирусе, и также не удается разработать вакцину против ВИЧ, в отличие от всех вот этих инфекций, которые воздушно-капельным путем распространяются. Ну а почему тогда, я вас извините, перебью, почему такие меры предпринимаются именно в случае с этим коронавирусом? Вы сами упомянули грипп. Мы помним, несколько эпидемий было, ничего похожего, границы не закрывали. Здесь два момента. Это новизна. Действительно, у населения, в принципе, какой-то иммунитет к гриппу существует. Ранее перенесенным разным видом гриппа все-таки это создает фоновый иммунитет. А здесь новый совершенно вирус, поэтому трудно сказать, как он будет распространяться, какая первоначально особенно не знали, какая летальность, то есть какой процент заболевших умрет. Но сейчас мы видим, что он не такой большой, и поэтому... Но больше, чем при обычном гриппе. Пока я бы не сказал, что эти данные существуют, потому что сейчас многие формы инфекции, вызванные коронавирусом, они просто не регистрируются. Они очень легкие. Поэтому за счет того, что регистрируются в основном тяжелые формы, явно больные или тяжело больные, и кажется, что большой процент умерших. Поэтому посмотрим, как говорится, к осени, когда эта эпидемия сойдет на нет, посчитаем всех цыплян. То есть лето мы будем... Да, я думаю, что еще из страны в страну этот вирус будет кочевать. Ну, будем надеяться, что в нашу страну он так и не прорвется. Ну, уже прорвался в Москве достаточно много случаев. Да, но это случаи все же завозные. Мы их не берем как эпидемию. А правда, что дети не болеют? Нет, болеют. Вот китайцы опубликовали статью, там, 3 или 4 случая, но средней тяжести течения у детей. То есть бывает это. Но иммунитет у детей намного сильнее, чем у взрослых. Он пластичнее, и поэтому они, конечно, легче переносят заболевание. А чем старше возраст, тем уже более истощены ресурсы иммунитета. Поэтому и чем старше человек, ну, как правило, это уже люди того, что мы называем пожилым возрастом, они подвергаются большему риску более тяжелого течения заболевания. Ну, вот одним из способов профилактики является мытье рук. Сколько раз надо руки мыть? Ну, здесь чем чаще, чем лучше, естественно. Ну, у нас заболевание воздушно-капельное, но некоторые, как говорится, прикрывают рот рукой все время, поэтому у них на руках тоже может оказаться вирус, иногда потом на каких-то предметах. Поэтому руки надо мыть как можно чаще. Это совершенно очевидно. И мыть хорошо так, чтобы никакой вирус не остался. Но мыть надо только антибактериальным мылом или нет? Нет, нужно... Потому что с полки пропали в магазинах именно антибактериальные средства. Любое омело, конечно, все смывает начисто. Здесь хорошо помыть. Это больная тема, на самом деле, на сегодняшний день. Маски нужно носить тем, кто заболел, или все-таки маски... И то, и другое. Ну, как вы понимаете, забор он защищает с двух сторон. И из вашего садика вам не дает выскочить, и в ваш садик залезть. Точно такой же механической преградой является маска. Ну, их же надо менять каждые полчаса, по-моему. Ну, желательно, да, конечно. Но сколько тогда этих полу маски? Чем чаще, тем лучше. Потому что она там загрязняется, и поэтому через этот забор уже не идет воздух, а где-то пытается вокруг зайти. А это нежелательно. Поэтому чем чаще менять, тем лучше. Ну, на ваш взгляд, вот коронавирус, шансы его... Насколько велики стать чумой 21 века? Нет, это, конечно, не чума, до чумы ему далеко. Настоящая хорошая такая классическая чума, которая передается воздушным путем, она может убить до 95-98% тех, кто заразился. Но только может. Потому что сейчас она прекрасно лечится антибиотиками, самыми распространенными. И если начать лечение в первые дни после заражения чумой, выздоровеешь без всяких проблем. Но специалисты ВОЗ сказали, что половина населения Соединенных Штатов непременно заболеет коронавирусом, то есть 150 миллионов, и 70% населения Германии. Мы, опять же, привыкли, что у нас половина населения переболевает гриппом в течение 5 лет, но это нас не пугает. Так и здесь, конечно... Так похоже, что пугает, судя по тем мерам, которые принимаются. Вот нас, специалистов, это не пугает. То есть специалистов не пугает? Большинство специалистов, ну, посмеиваются, мол, что вы нам тут... Мы-то знаем, инфекции похуже, это такая инфекция, с нашей точки зрения, достаточно легкая. Она не должна пугать. А как вы относитесь к британской? Гриппом-то все, наверное, болели. И ОРЖНН каждый год. Вы, кстати, когда последний раз болели гриппом, скажите? Я, знаете, в Англии заразился, это было довольно интересно. Я пошел смотреть больного со СПИДом, там, с английских доктора пригласили. Оказалось, что у больного не обострение там СПИДа, а грипп. Ну вот и заразился. Был такой эпизод. Потому что обычно к больным с ВИЧ-инфекцией не надевают маски, да, чтобы тем более не пугать их. И поэтому вот такой эпизод произошел. Посмотрите, вот об Англии вы упомянули. Я читал, что в Англии принято решение никаких мер не принимать карантин, что вот есть стадный иммунитет, есть такой термин, стадный иммунитет. Ну, стадный мы сейчас популяционный называем. Ну, если переводить подсрочник делать с английского термина. Ну, действительно, это вот то, о чем я говорил. Население переболеет. Ну, то есть, это тоже один из способов. Ничего, никаких карантинов, никаких запретов. Для нас специалистов это очень интересно. Какой вариант защиты здесь будет более эффективным. Почему? Как я сказал, это заболевание мы рассматриваем как сравнительно легкое, а вдруг будет более тяжелое какое-то заболевание. Поэтому мы должны просчитать, вот все потом будет очень тщательно анализ делать, чьи мероприятия в какой стране были наиболее эффективны. То есть, это такой какой-то глобальный эксперимент проводится? Над нами причем, над всем. Да, над всем населением планеты. Это, как говорится, изучение естественного течения. То есть, здесь в эксперименте заранее планируют, кто что будет делать. Эксперимент всегда планируется заранее. А здесь это, как мы называем, наблюдательная эпидемиология. Мы наблюдаем, что будет происходить в той или иной ситуации. И потом это все мы можем использовать, когда действительно возникнет серьезная ситуация. Ну, вы меры, которые принимаются в мире сейчас, считаете оправданными? Вот отмена полетов, закрыть мероприятия, Евровидение перенесли на год? Вот если англичане пошли вот на такую ситуацию, да ладно, сейчас все переболеем, и все будет хорошо. Ну, может, умрет немножко пожилых людей, но мы все-таки их будем охранять. Ну, в Англии это всегда вопрос. Знаете, сериал будет «Чисто английское убийство». Вот вам еще один сюжет для этого сериала. Потому что там всегда в этих сериалах вопрос наследства возникает. Ну, это для литераторов. Оставим для литераторов. А мы пошли другим путем. Мы будем, это наш российский подход, это не дать распространиться вирусу в нашей стране. полностью локализовать возможные очаги инфекции, то есть тех, кто пребывает с ВИЧ-инфекцией, как-то их изолировать, ну, по-нашему называется локализовать, разобщить население, то есть чтобы люди меньше собирались, больше трех, да, или даже больше двух, или вообще по одному ходили и находились, жили. То есть чтобы не было групп людей, тогда много людей могут заразиться. Поэтому разобщение, все это вот распускают классы, закрывают кинотеатры, чтобы большая масса людей вместе не образовывалась. Там, если тысяч человек вместе сидит и приехал один, пришел туда один инфицированный, три раза кашлянул и сразу много заразился. А если они по одному гуляют в парке на расстоянии 10 метров друг от друга, то, конечно, заражение не произойдет. Вот это и есть разобщение. Один из эпидемиологических таких приемов профилактических. Вот сейчас наша страна по полному максимуму все эти эпидемиологические приемы и использует. Локализация источников инфекции, в том числе и потенциальных, которые прибыли из-за рубежа. Это разобщение населения, чтобы вместе не собирались. И вполне возможно, что это будет достаточно, чтобы эпидемия у нас не началась. Я еще раз говорю, у нас сейчас никакой эпидемии нет. У нас есть только за важные случаи. У нас как минимум одна эпидемия есть, потому что мы видим панику, когда скупается гречка, туалетная бумага. Это еще одна проблема, что у нас очень много источников информации, многие из которых в источники дезинформации превратились. У нас главную и действительно правдивую информацию дает Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения. Это вот то, на что надо ориентироваться. А есть еще люди, там врач со стажем 30 лет, я вам сообщаю, что все умрем. Рано веку. Ну, понимаете, нет. Наши источники сейчас вполне достоверны. Ко мне вчера приехал корреспондент американского издания на территорию нашей второй инфекционной больницы, зашел с удивлением, что никаких вер, никого там не пропускают, нормально, и никаких этих людей в противочумных костюмах, никаких постов. А это правильно, что никаких людей? Ну, пока нет никаких оснований, ничего не делается. Если основания эти появятся, все эти посты будут. Ну, хорошо. А какие меры по соблюдению безопасности все-таки вы можете дать? Это вот как раз не посещать массовых мероприятий, гулять побольше, проветривать помещение, в котором находится. И это есть главная наша задача. Сейчас все спорят, антибиотики принимают, меньше контакта между людьми. Чеснок в любом случае полезен. Он от вампиров предохраняет, витамины это... Нет, потом люди будут дистанцию соблюдать. Если съесть достаточно чеснок, это будет социальная дистанция. У него даже получается, от вампиров предохраняют, дистанцию заставляется, плюс витамины, ну и, наверное, все-таки он каким-то противовирусным действием обладает, потому что там есть фитонциды, которые убивают вирусы. Хорошо, но дома сидеть надо? Ну да, как я сказал, самоизолироваться или нет? Ну да, один из вариантов это сидеть дома побольше и меньше контактировать. Не устраивать. Сидеть дома, но устраивать вечеринки, собрать там человек 20 друзей. Ну, правда, у нас есть... Помните, Декамерон, да, как он был написан? Это очень... Во время чумы. Любопытно. То есть сюжет этого произведения, он состоит из рассказов. Но сама она строится так. Там молодые люди во время чумы заперлись там в каком-то замке с выпивкой-закуской дамы и джельтмены, сеньоры по итальянски дело в Италии. И они там от скуки начинали рассказывать друг другу. И вот эти рассказы и составили сборник рассказов Декамерон. Так что все эти эпидемии очень полезны для литературы. Пушкин, сидя в своем этом имении, как раз был карантин по холере. Его не пустили в Санкт-Петербург. Он сидел у себя в имении. Болдинская как раз осень была. И нависал массу чудных вещей. Поэтому я всех призываю спокойно сидеть и использовать этот отдых дополнительный для творческих различных работ. Можно очень много написать. Я бы сам с удовольствием... У меня один друг после того, как он в Африке был на вспышке Эбола, его заставили две недели сидеть в санатории. Он говорит, что никогда так хорошо не отдыхал. Никто ему не мешал. Спокойно провел время. Отдохнул под настоящим. Кстати, про детективы и про ситуацию вспомнил про киллеры. Я читал, что существуют какие-то натуральные киллеры в организме, которые как раз могут бороться с вирусами. Это лимфоциты, которые убивают вирусы. Есть такое. Один из участников, да. Как их нанять? Как их активизировать? Они есть, они у всех есть. И когда поступает, вредитель какой-нибудь, вредный организм, они активизируются. Ну вот как раз вот с возрастом их активность немножко снижается. Почему мы должны беречь вот именно наше старшее поколение? А еще про старшее поколение. Все старшие поколения по своему опыту знаем. Мы все гипертоники. Ну, в большинстве своем. Я читал, что прием препаратов от высокого давления, он на самом деле отягощает течение болезни именно в контексте коронавируса. Что-нибудь известно вам про это? Не думаю, нет. Нет? То есть это очередная какая-то сказка? Ну, это все, конечно, связано, потому что, когда развивается инфекция, естественно, каким-то образом это влияет и на хронические разные заболевания. Ну, вот, поэтому здесь нужно, конечно, особое внимание ко всем этим лекарствам, если одновременно разовьется и какая-то вирусная инфекция. А как бы относиться к различным теориям заговора? Потому что много пишут, что всем мировым элитам это очень удобно. То есть все правительства, все крупные транснациональные компании, они окажутся в выигрыше. Да нет, я думаю, что как раз здесь для них это как раз ситуация очень сложная. Если начнется эпидемия, скажут, что слишком мало сделал. Если не начнется эпидемия, то зря старался, скажут, чересчур сильные меры предпринимал. Поэтому нет, это для политиков это просто очередное испытание, которое все они проходят и к которым надо готовиться, потому что вот за последние годы внимание к эпидемиям очень сильно ослабло. Почему? Ну, потому что мы добились очень больших успехов в 20 веке. В 20 веке мы победили большинство инфекций. Если не подавили их, то сделали, как мы говорим, управляемыми с помощью вакцинации, с помощью санитарно-гигиенических мероприятий, там, канализацию, сделали хорошее водоснабжение, все это резко снизило количество инфекционных заболеваний. Вот те же итальянцы приезжали к нам в Россию немножко посмотреть на больных разными инфекциями, потому что в Италии инфекций никаких не было и врачи уже стали утрачивать опыт лечения инфекционных заболеваний. А как вы относитесь к тезису, что в тоталитарных структурах государствах гораздо лучше налажена охрана здоровья населения, и что ни в Северной Корее, ни на Кубе не будет никакой инфекции. Понятно, что так называемый тоталитарный, то есть, где более жесткая система управления, это может и демократическое государство быть, но оно иногда может показать свои зубы и ввести очень жесткие меры. Вот. Там, где жестко меры принимаются, там можно добиться успеха на более вот этих ранних стадиях эпидемии. То есть, не допустить эпидемию с помощью жестких мер, наверное, Китай это продемонстрировал. Да, вот китайцы в частности приводят. Мне кажется, что китайцы они в принципе дисциплинированы, в отличие от нас. Мы все-таки мне кажется очень-очень... Мы приписываем другим народам наши лучшие свойства. Насколько я знаю, китайцы любят выпить, пошуметь и... Вот выпить. Насчет выпить. И не исключают нарушать дисциплину. Обманывать правительство они тоже умеют. Насчет выпить очень интересуюсь. Говорят, что надо серьезно принимать крепкие напитки и это вирус алкоголь не любят. Это бред? В принципе, конечно, вирус погибает от действия в алкоголе. Наверное, если протирать там руки как дезинфицирующий раствор, а алкоголь, ну, у него есть свои веселящие там свойства. Легче перенести ту же самую изоляцию там. Ну, и его отрицательные всем известные свойства. Прямой связи здесь, конечно, нет. Хотя китайцы говорят, что также многие находившиеся на карантине таким образом в коротале время, это вполне реально. Ну, на ваш взгляд, надеемся, скоро откроют границы, и скоро лето. Лето. Как ваш прогноз? Я понимаю, что это... я думаю, что как раз к лету ситуация совершенно прояснится, станет все ясно. А что станет ясно? И раньше. Что нам ждать? Были ли эффективны те меры, которые предприняты? Мне кажется, что они все максимально сделано возможное в нашей стране. И, видимо, уже начнет затухать эпидемия и в Европе тоже. А на ваш взгляд, когда все закончится? То есть, когда эта эпидемия закончится? К осени? Здесь трудно сказать, потому что вот какие-то вспышки будут еще происходить в отдельных странах, там, скажем, где-нибудь. Мы ничего не знаем про ситуацию в Африке, в Латинской Америке, какие там могут быть вспышки. Они могут еще происходить год-два и пока. Год-два? То есть, он будет возвращаться каждую зиму или он это не сезонная история? Мы пока про это не знаем. Про этот вид. Мы надеемся, поэтому мы не знаем. Здесь исторически, мы еще его мало изучаем, что там полгода мы его изучаем, это очень мало. Но исторически были такие случаи. Например, в Англии в 16 веке была там страшная потница, заболевание. Быть лихорадкой, сопровождающейся страшным потом, все умирали. Даже монархи. Да. И она порядка двух лет, два года появлялась, а потом исчезла начисто. И до сих пор еще специалисты спорят, что это такое было. Поэтому все это возможно при коронавирусе. Мы знаем, что мы ничего не знаем. Нет, вакцину мы сделаем. На случай следующих эпидемий вакцина обязательно будет. Правда, это потребуется около года. То есть мы с коронавирусом справимся без особых последствий. Спасибо вам за этот прогноз. Вам не болеть, нам не болеть, и зрителям тоже не болеть. Прорвемся, прорвемся. Спасибо.